Давай! 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 Именно с таких совсем не детских страстей началась борьба за главный приз футбольных соревнований Кубок Маршала Крылова. Более 40 мальчишек всех возрастов собрались на одной из спортивных площадок Одинцова. Многие ребята пришли сюда еще с раннего утра, чтобы помочь подготовить поле к соревнованиям. Наравне со взрослыми вешали сетку на ворота и убирали спортивную площадку. Вот эти сетки повесили, сами вешали все это с детьми. Я стараюсь, чтобы они сами все делали. Уборку минимальную, где-то бутылки, где-то все от минералки набросаны. Те же сетки вывешать. Как крепить. Попробую раз, другое, все, уже они в очереди стоят. Дайте я попробую. Поддержать ребят пришел олимпийский чемпион, известный российский лыжник Никита Крюков. Он пожелал участникам честной и интересной игры. Я вспоминаю свое детство, вспоминаю, что были турниры «Кожаный мяч» и как это все происходило. Собирались дворовые команды. Все настолько хотели победить. Вот этот азарт в глазах ребят. И вот этот сегодняшний праздник, сегодняшние соревнования, которые проходят, они чем-то мне это напоминают. Конечно, уровень не тот. Всего три команды. А в моем детстве это было 33 команды. Но это надо возрождать. И дети должны привыкать к занятиям физкультуры, к занятиям спорта. По словам организаторов, подобные соревнования вызывают большой интерес у подростков, способствуют популяризации массового спорта, расширяют кругозор детей. В ходе турнира ребята узнали, чем прославился советский военачальник, дважды герой Советского Союза, маршал Николай Иванович Крылов. У ребят спрашивали, почему-то говорят, ребята, кто такой Крылов. Ну, кто-то отвечает, что басни писал, остальные затрудняются сказать. Ну, и я решил, у нас же ракетчики, военачальники, улицы названы. И чтобы дети, ребята знали, хотя и взрослые тоже не все знают, где они живут. Егор Мазыченко, учащийся гимназии номер 14, занимается футболом в профессиональной секции. Но и дворовые чемпионаты юный спортсмен не пропускает. Мне очень нравится футболом заниматься. А ты где-то занимаешься? Да. Занимаюсь на Баковке и на втором заводе. Одну мы игру победили, сейчас вторую будем играть. Настрой на победу. Именно его три гола в финальной части турнира стали решающими и привели команду под названием Одинцова к победе. Второй в борьбе за кубок стала команда ракетчики. В завершении турнира все ребята получили медали и памятные подарки. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.